Зачастую жители района обращаются к власти в том случае, когда они могут решить проблему самостоятельно. Например, о том, что срезанные ветки деревьев лежат на улицах города, белореченцы сигнализировали нам еще на прошлой неделе. Обрезку деревьев под линиями электропередач предприятия Горэлектросети ведут в течение всего года. И в течение всего года то в одной, то в другой части города вырастают кучи обрезанных, но не убранных веток. Вот, например, на Луценко, по словам жителей, деревья пилили около двух недель назад. И теперь на протяжении всей улицы лежат большие и малые кучи растительного мусора. Здесь вот навалили, видимо, некогда и не убрали. Или уже забыли, надо уже звонить, чтобы убирали. Подожду, говорит Светлана Федоровна, до понедельника. А потом буду обращаться. Пусть убирают эти завалы. Я не в состоянии забыли, надо было минать машину, что это лес, ничего. Похожая ситуация с кучами обрезанных веток сегодня сложилась на нескольких городских улицах. На мира, говорят жители, обрезку деревьев вели в конце сентября. К концу подходит уже октябрь, а сухие ветки по-прежнему и внешний облик улицы портят, да и с точки зрения пожарной безопасности представляют угрозу. Многие из горожан, кто проживает на улицах, где провели обрезку деревьев, но ветки не вывезли, обращались в городскую администрацию. Да и на то, как обрезают ветки, зачастую горожане тоже жалуются. Даже вот шелковицу порезали, но хотя бы красиво ее обрезали, потому что она же хорошо забирает весь вот этот вот угрозы, у нас весь мог забирать шелковицу. Нет, как попало, так жжу и уехали. Счастливые, довольные. Есть такое выражение – каждый должен делать свою работу, желательно делать ее качественно и в срок.